ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автосалоны, занимающиеся реализацией поддержанных машин, обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Продавцов беспокоит увеличившееся число случаев, когда клиент пытается вернуть машину обратно, ссылаясь на необговоренные ранее недостатки. Суды в этом случае, как правило, занимают сторону покупателя. Дилеры попросили надзорное ведомство уточнить правомерность таких требований с точки зрения закона о защите прав потребителей. Роспотребнадзор в своем ответе посоветовал фирмам подробнее составлять договор купли-продажи с указанием особенностей конкретного автомобиля. ТРАССА 101 В середине лета в России почти на четверть. В сравнении с июнем вырос спрос на поддержанные легковушки. Лидером вторичного рынка, по данным агентства Автостата, осталась Вазовская 14-я. Еще одна «Лада» «Семерка» замкнула первую пятерку. Второе, третье и четвертое места примерно с одинаковыми результатами поделили и Арио, Форд Фокус и Хёнде Солярис. Причем популярность корейцев существенно снизилась. ТРАССА 101 До начала зимы компания «Черри» собирается запустить в нашей стране продажи обновленного кроссовера «Тига-4», который получит приставку «Пром». Сейчас официальные цены на модель начинаются от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Автомобиль получит иные решетку радиатора, передний бампер, дневные ходовые огни. Некоторые внешние декоративные элементы окрасят в красный цвет, как и тормозные суппорты. Паркетник будет предлагаться с бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 113 либо 147 лошадиных сил. Трансмиссия, механик либо вариатор. ТРАССА 101 Четверть российских автомобилистов, опрошенных компанией «Авито», не имеют ничего против покупки нового китайского автомобиля. Главное, что привлекает наших соотечественников в машинах из Поднебесной – это невысокая цена, доступность запчастей, широкий модельный ряд. На противоположной чаше весов находится недостаточное качество сборки и материалов, а также низкая ликвидность. Большинство же опрошенных, 52%, хотели бы передвигаться на авто европейских марок. Дескать, любой поддержанный европеец лучше нового китайца. ТРАССА 101 А компания «Хавейл» представила гибридную версию кроссовера «Джолион», предназначенную для Австралии. Будет ли автомобиль продаваться в России, пока неизвестно. Силовой агрегат, состоящий из полуторалитрового бензинового мотора и электродвигателя, выдает суммарно почти 190 лошадиных сил. Расход на сотню не превышает 5 литров. Для сравнения, у обычного «Джолион» он по паспорту составляет 8 с лишним литров в смешанном цикле. Интересно, что в максимальной комплектации так... На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте эхокирова.ру. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101